О самых заметных событиях в стране и в мире расскажем в ближайшие несколько минут. Вы смотрите новости. В студии работает Вера Захарчук. Добрый день. Субтитры делал DimaTorzok Проехали первые грузовые фуры. Кроме того, из сухого порта Харгос-Восточные ворота был отправлен контейнерный поезд, который прибудет в Курек, а оттуда через паромный комплекс груз отправят в Европу. Уважаемый Руслан Абишевич, уважаемые участники, в эту минуту сухой порт Харгос-Восточные ворота проводит отправку регулярного контейнерного поезда в направлении порта Курек и далее по Транскаспийскому коридору в Европу. Данная логистическая цепочка является привлекательной для клиентов Китая, Кавказа и Европы. Прошу дать старт поезду, который свяжет континентальные международные маршруты Транскаспийскому международному коридору. Мы давно работали, чтобы запустить наконец полную силу Харгос. Это двустороннее соглашение между Китайской Народной Республикой и Казахстаном. Мы решали этот вопрос давно, предыдущий председатель Китая и я подписали этот документ. Харгос будет будущим крупным городом, большим узлом перевалки грузов. Я думаю, что восточные провинции Китая и южные провинции Китая будут проводить грузы через этот порт. И все наши соседи по Центральной Азии имеют возможность пользоваться этим портом, в том числе Россия. Я благодарю вас за проведенную работу и даю команду запустить работу. Напомню, глава государства с рабочим визитом находится в Мангосталской области. Завтра там состоится событие международного масштаба, Актаусский саммит. Итогом его работы должна стать конвенция о правовом статусе Каспийского моря. На днях представители Министерства иностранных дел России раскрыли некоторые договоренности, которые будут отражены в ней. Как выяснилось, водоем обретет особый правовой статус, исходя из специфических географических, гидрологических и иных характеристик. Учитывая географический подход и современный научный подход, понятно, что Каспий не подпадает под определение моря в классическом смысле. То есть у него нет связи с Мировым океаном. Но при этом это очень крупный внутриконтинентальный водоем. Соответственно, к нему нужен особый эксклюзивный подход. Руководители более 30 китайских текстильных компаний посетили Астану. Цель визита – изучение инвестиционных возможностей Казахстана. В рамках встречи члены делегации обсудили ряд вопросов по сотрудничеству в сфере хлопкового производства, обработки сырья, производства одежды, а также логистики. Как отметил в ходе переговоров председатель правления «Казахинвест» Сапарбек Туякбаев, текстильная промышленность – это перспективное направление, где есть большой потенциал для сотрудничества. Между тем, в Казахстане ежегодно собирается около 250 тысяч тонн хлопка. При этом из этого объема около трети перерабатывается. Оставшаяся часть идет как сырье на экспорт. В Атарау наказали проводников, которые перевозили пассажиров без билетов. Это выяснилось в середине прошлого месяца во время проверки на Атараусском железнодорожном вокзале. По данным ревизоров, работники поездов брали двойной тариф за проезд. Все факты рассмотрены на расширенном заседании инспекции транспортного контроля и транспортной прокуратуры. По итогам заседания служащие получили выговоры, представление о несоответствии с занимаемой должностью. В их отношении отправлены в Казахстан-Семержола. Одна из основных причин, по которой в этом году остро не хватает билетов на железной дороге, это сокращение графики движения состава сообщением от Атарау Астана. Раньше состав ходил каждый день, а сегодня через день. Поэтому усилили контроль за работой проводников. В Западно-Казахстанской области задержали две преступные группировки. Члены одной из них на протяжении длительного времени держали в страхе весь регион. Они занимались грабежами, крупными кражами и мошенничеством. По данным стражепорядка, они могут быть причастны к 22 преступлениям. Вторая группировка промышляла квартирными кражами. В составе этих двух банд в основном состояли молодые люди до 30 лет. Все преступники взяты под стражу, ведутся следственные мероприятия. Выяснилась их причастность в 10 эпизодах. Одно из них относится к особо тяжкому преступлению. Так как пострадавшим был нанесен материальный урон свыше 3 миллионов тенге. В Уральске грабителем оказался 8-летний мальчик. За одну неделю он совершил угон двух автомашин. Несколько дней назад подросток угнал джип. Его поймали в результате ДТП. Накануне юного угонщика задержали снова. В этот раз уже за рулем микроавтобуса. Несовершеннолетний злоумышленник пытался уйти от переследования полицейских и врезался на ворованной машине в столб. К счастью, никто не пострадал. Хозяин автомобиля претензий к угонщику не имеет. По словам стражи порядка, ребенок на учете в комиссии несовершеннолетних не состоит. Как оказалось, за совершение преступления на совершение подтолкнул его 16-летний друг. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся все мероприятия. Будут назначены все экспертизы, необходимые, в том числе психиатрические. После принятия процессуальных решений по этим уголовным делам в отношении родителей будут приняты меры административного характера. То есть будут привлечены к административной ответственности по статье 127. Это невыполнение родителей своих обязанностей по воспитанию детей. Угон пассажирского самолета в аэропорту американского города Сиэтл не был террористическим актом. Об этом сообщает телеканал NBC. По его данным, кражу авиалайнера совершил работник авиакомпании. 29-летний мужчина, чье имя пока не раскрывается, пытался совершить самоубийство. На борту лайнера пассажиров не было. Диспетчеры аэропорта попытались поговорить с угонщиком. Им удалось отвезти самолет подальше от города. Судно разбилось на юге залива Пюджет к месту инцидента. Направились спасатели. Выясняются подробности. В связи с произошедшим работа аэропорта была временно приостановлена. В канадском городе Фредериктон задержали подозреваемого в стрельбе мужчину. Накануне жертвами вооруженной атаки стали 4 человека. В их числе двое полицейских. Причины и подробности, случившиеся пока не ясны, ведется следствие. В британском Солсбере на заводе военного оборудования произошел взрыв. Погиб один человек. Еще один находится в критическом состоянии. После вспыхнул пожар. Спасатели его уже потушили. Что стало причиной произошедшего пока неизвестным. Власти начали расследование. Завод занимается производством оборудования для самолетов и кораблей. Для британских вооруженных сил. Предприятие находится в пяти километрах от научно-технической лаборатории британского министерства обороны в Порт-Ун-Дауне. КНДР отклонила все предложения США по денуклеаризации. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленные дипломатические источники. По его данным, Соединенные Штаты делали и продолжают делать конкретные предложения для начала и доведения до конца процесса ядерного разоружения. Пхеньян в конфиденциальном порядке отверг их, отмечает телеканал. КНДР настаивает на том, что этому должна предшествовать отмена санкций, наложенных Вашингтоном, а также подписания мирного договора. Напомню, 12 июня в Сингапуре прошла первая в истории встреча на высшем уровне между главами США и КНДР. Дональд Трамп и Ким Чен Ын по итогам переговоров подписали совместный документ. В нем Пхеньян объявил о готовности пойти на полную динуклеаризацию корейского полуострова. США обязались в ответ предоставить гарантии безопасности. В Мухаресте в ходе разгона антиправительственной демонстрации пострадали свыше 400 человек. Полиция применила против протестующих слезоточивый газ и водометы. Президент Румынии Клаус Йоханнис уже осудил жестокость жандармов и призвал к ответу главу МВД. Между тем, в массовых манифестациях в центре города принимают участие по разным данным от 60 до 100 тысяч человек. Акции протеста проходят также в других городах государства. Демонстранты требуют отставки правительства и смены экономического курса страны. Темпы роста японской экономики во втором квартале превзошли ожидания экспертов. ВВП страны восходящего солнца в апреле-июне вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам аналитиков, рост вызван увеличением капиталовложений в технологии. Кроме того, увеличение личного потребления составило 0,7%. Между тем, эксперты назвали и факторы, которые могут сдержать рост экономики страны восходящего солнца. Это потенциальное введение США пошлин на автомобили, замедление экономического роста в Китае и последствия стихийных бедствий. Напомню, в июле Токио и Европейский Союз подписали торговое соглашение, которое снижает барьеры для движения товаров и услуг между двумя экономиками. Соглашение будет способствовать улучшению экономических показателей примерно на 1% и поможет создать около 290 тысяч рабочих мест в стране. Свыше 600 социальных предпринимателей начали свой бизнес в этом году благодаря программе «Тысячи мест. Уличная торговля». Большинство земельных участков были выделены для продажи овощей и фруктов, продуктов питания и фастфуда. Программа направлена на поддержку малого и среднего бизнеса. Стартовала она в 2016 году. По ее условиям предпринимателю выдается участок сроком на 7 лет. Стоимость аренды 10 тысяч тенге за квадратный метр. Если на место претендует более 4 предпринимателей, устраивается аукцион. В планах оператора программы СПК «Астана» проводить аукционы через блокчейн-технологии. В рамках программы цифровизации мы вводим платформу блокчейн. То есть все аукционы, все распределения участков по конкурсу будут проходить в онлайн. На платформе блокчейн не будет человеческого фактора. Сейчас тоже подача всех документов идет онлайн. Единственное, аукцион проводится вживую. Как отмечают сами предприниматели, программа требует доработки. В частности, препятствия возникают со стороны КСК и жильцов близлежащих домов. Программа не предусматривает подведение электричества к киоскам. Предприниматель сталкивается с тем, что он должен обойти все квартиры жилого дома и получить минимум 80% согласия жильцов. То, что мы заплатили за право, выиграв аукцион 3 миллиона, 5 миллионов, у нас уже год сгорел. То, что мы потенциально могли на этом месте торговать, получить прибыль, мы уже не получили. И с 7 лет у нас осталось 6 лет. Выставка картину Шкунер прошла в Национальном музее Казахстана. В вернисаже представлены полотна 16 казахстанских художников, что объединяет картины. И чему посвящен вернисаж, узнала моя коллега Гульнар Хаса. Живописное ущелье Шкунер на полотнах именитых казахстанских художников. Абельхана Костеева, Мухтара Сыздыкова, Хамзы Какимова и других. Часть из них была написана много лет назад, а на некоторых полотнах едва высохла краска. Свою картину я нарисовал совсем недавно. До этого почти 5 недель провел в местности Ушканер. Делал зарисовки. Природа края удивительна. Эти картины объединяют не только содержание. Все они вошли в сборник цитат главы государства Шкунер. К каждой цитате лиричному признанию любви к родной земле – живописная работа казахстанского художника. Сам по себе проект посвящен малой родине президента. Он связан с тем, чтобы мы показали истоки, откуда президент начинал свое движение. На его цитатах, на этих картинах мы показали, скажем, так же, как любой человек растет на своей малой родине. Любая часть Казахстана, мы же откуда-то тоже все вырастаем, вот это истоки. Это истоки, скажем, движения человека, истоки движения личности. Вся экспозиция поделена на четыре блока. Картины, связанные с детством президента, природой и историей родного края. Часть работ посвящена Астане. Выставка продлится месяц. Казахстанцы заняли второе место на Кубке моря-2018 в Баку. Наша команда участвует в этом военно-морском конкурсе уже в четвертый раз. Победителями Кубка в этом году стали россияне. На третьем месте – азербайджанская и иранская команды. Отмечу, соревнования проводились в рамках международных армейских игр. Моряки проходили задания разной сложности – на суше и воде. Они продемонстрировали морскую подготовку и мастерство артиллерийской стрельбы. Участники уверены, что ежегодный Кубок моря вносит вклад в укрепление сотрудничества при Каспийских странах и обеспечении безопасности на море. Личный состав военно-морских силы Шпулик Казахстан справились на отлично. По плавающей мине у нас самые большие попадания, несмотря на другие государства. У нас шесть попаданий по воздушной цели тоже хорошо справились. Тут личный состав военно-морских сил Шпулик Казахстан проявили свою морскую выучку, а также свое мастерство. Сборная Казахстана по боксу усиленно готовится к азиатским играм. Мастера кожаной перчатки в столице провели открытую тренировку. До старта соревнований в рамках подготовительного сбора команда встретится со сборной Беларуси. На Азиаде отечественная команда будет представлена в семи весовых категориях. Игры пройдут с 18 августа по 2 сентября в столице Индонезии – Джакарте. В команде есть и молодые, и опытные боксеры, которые проявили себя в международных аренах. Это Ира Ли, Авельхан Аманкул и Шембергенов. Кроме них есть и чемпион Азии, опытные, тема ТАССЧУСОБУКО. Кого-то делить мы не можем, потому что все готовятся, едут за медалями. На этом у меня все. Больше интересной информации ищите на нашем сайте 24.kz. Всего доброго и хорошего выходного дня. Субтитры подогнал «Симон»